Доброе утро, крымчане! Поднимать вам настроение и надеемся, что нам и у нас это удастся на 100%, хотя впереди 4 дня очень насыщенных, ожидается обширная программа и, конечно же, все это посвящено пятилетию референдума, это такой маленький наш маленький первый юбилей, который мы должны отметить все вместе. По ходу эфира сегодня мы будем рассказывать о всех событиях, которые намечаются в Крыму, но предупреждаем, на те события, на которые вы вдруг не успеете попасть, вы, конечно же, сможете увидеть на телеканалах Крым24 и Первый Крымский. Ну, а сейчас я уже начну рассказывать о том, что же ожидается в ближайшее время и вообще, какие главные события обсуждаются на полуострове в эти дни. Итак, пять лет назад маленький крымчанин стал известен на всю страну, правда, имени его не знали. Фото 2014 года, на котором вежливый человек дарит кота школьнику, вдохновляя скульпторов и создателей сувениров со всего мира. Лилия Виджат познакомилась с героем снимка и расскажет, как он живет спустя пять лет. Английскую сюиту Баха Женя отточил за пять лет. Параллельно увлекается точными науками. Планирует стать программистом. Считает себя частичкой Крымской весны. Вот я эту куртку храню уже пять лет. Вот она. Она напоминает мне события Крымской весны, которые произошли пять лет назад. Как символ я ее храню. Этот снимок был сделан в 2014 году. На нем вежливый человек дарит крымскому мальчику пушистого рыжего друга. В тот день Женя торопился на занятия. Шел мимо воинской части, которую охраняли люди в форме, с автоматами и с закрытыми лицами. Они позвали мальчишку к себе. В обращении была только одна фраза. Мальчик, нужен ли тебе код? Интонация была совершенно мирная, не побуждающая ни к чему, как вежливый вопрос. Но сам факт обращения меня поверг в шок. Такой маленький. Пушистика сразу взял руки? Пушистика, да. Взял. Пушистик, правда, очень такой, своенравный. Я его пронес с квартал, а потом он у меня начал выпираться, вылезать, шипеть. Поцарапал меня немножко и убежал. Он допускает, возможно, Рыжик вернулся к вежливым людям. А мальчика спустя годы нашли журналисты-комсомолки. Одноклассники героя исторического фото благодаря снимку узнали о вежливых людях. Мы вживую не видели вежливых людей. Первый раз с ними познакомились на фотографии с Женей. Мы искренне за него порадовались. Исторический снимок вдохновляет скульпторов и создателей сувениров. Фотография облетела весь мир. А солдаты кот воплотились в бронзе в центре столицы. Правда, вместо мальчика на постаменте девочка. Но Женя про скурня не обижается. Говорят на удачу. Поглажу кота. Лиля Веджат, Олег Черемисин. Новости 24. Новый хирургический блок, ультразвуковые сканеры, наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса. Крымский федеральный университет выделил 200 миллионов рублей на модернизацию клиники «Святителя Луки». Она является структурным подразделением учебного заведения. Медучреждение планирует проводить уникальные операции и открыть новые диагностические кабинеты. Когда клиника заработает на полную мощность, узнавала наш корреспондент Елена Байрамова. Ну что, вы готовы? Давайте посмотрим. Владимир Черноротов работает в медицине больше 40 лет. Еще студентом третьего курса он выбрал направление лучевой диагностики. С тех пор ни разу не пожалел о профессии. В клинике «Святителя Луки» обновляют оборудование. В частности, этот ультразвуковой сканер экспертного класса, который позволяет проводить любые ультразвуковые исследования, включая и через пищеводное исследование сердца. Закуплен также в отделение мультиспиральный компьютерный томограф, новый рентгенодиагностический комплекс, флюорограф для проведения профилактических исследований. Это новое оборудование для отделения анестезиологии и интенсивной терапии. С его помощью пациента перед операцией погружают в глубокий и безопасный наркоз, а затем выводят из него без осложнений. Это аппарат экспертного класса наркозно-дыхательный, позволяющий работать с самыми сложными пациентами на разных типах анестетиков. Получили уже мониторы глубины анестезии. Если раньше глубина анестезии, глубина наркоза, так скажем, оценивалась по косвенным параметрам, сейчас мы имеем числовое значение глубины анестезии. Правильное освещение – залог качественно проведенной операции. Об этом знает каждый хирург, как только впервые берет в руки скальпель. Недавно в клинику поступило несколько вот таких бестеневых ламп. Они отличаются от старых тем, что у них светодиодное освещение, регулировка фокуса и автономная система питания – 60 тысяч часов без подзарядки. Здесь планируют открыть Центр инновационных технологий. В нем будут проводить уникальные операции с помощью новейшего оборудования международного класса. Это различные виды хирургической энергии современной, ультразвуковой скальпель, лазерная энергия, аргоновый скальпель, ультрасовременные вапароскопические стойки, специальные операционные лампы, которые будут оснащены HD-видеокамерами, которые будут позволять трансляцию операции в учебные комнаты и заниматься телемедициной. После обновления в клинику придут врачи специального профиля – урологи и сосудистые хирурги. Оснащаются не только стационарные отделения, но и поликлинические отделения. Так у нас будет достаточно современный кабинет от оренолеринголога, кабинет офтальмолога. Модернизация клиники идет полным ходом. В операционном блоке полностью меняют электрические сети, проводится индивидуальная система вентиляции. Сроки, то есть выполнение, то есть согласно договору, идет май 2019 года. На эти работы и обновление оборудования Крымский федеральный университет имени Вернадского выделил клинике 200 миллионов рублей. Медицина на полуострове имеет большой потенциал и богатую историю. Именно здесь, в Крыму, было сделано впервые искусственное оплодотворение. Поэтому таких же примерно подходов и таких же результатов мы ожидаем после того, как мы модернизируем образовательный процесс и процесс практической клинической деятельности и вовлечем всех. Тогда это даст результат. Врачи клиники «Святителя Луки» параллельно преподают в медакадемии. После обновления медицинское учреждение станет ведущим научным и образовательным центром. Елена Байрамова, Олег Черемисин, Новости 24. Это пока вся информация выпуска, но мы не ставим точку, потому что впереди еще очень много новостей, которые мы обязательно обсудим в течение этих двух часов. Вообще, я хотел с тобой поделиться радостью, как приятно начать день с хороших новостей. Конечно, приятно. Не могу поспорить. Я думаю, что мы дополним панораму хороших, добрых новостей подключением к радио, которое уже сейчас с нами на связи. Видим о всех из Зюганова, Жириновского и остальных. А у нас связь, прямая связь с нашими коллегами с утра. Ну, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Как началось утро нового дня у вас? У нас отлично. Полноценно. Ну, это взаимно. Мы тоже рады новому дню. Рассказывайте, какая у вас тема, о чем сегодня говорите, а что рассказываете? У нас сегодня, конечно, главная тема – это грядущий день, который мы с нетерпением ожидаем. Мы анонсируем все эти невероятные события, которые будут происходить на нашем канале. Мы пока все секреты не раскрываем телезрителям в ходе эфира. Будем потихонечку, поко-поко открывать их. Ну и сегодня ждем очень интересных гостей. Очень интересных. Это я бы хотела особенно подчеркнуть. Издалека, из Москвы, к нам приедут эти гости. Вот именно приедут, да. Мы знаем, но пока тоже не будем говорить, кто у вас будет. Я думаю, что не стоит переключать каналы, стоит дождаться этого гостя, который ворвется практически в вашу студию. Коллеги, спасибо. Удачи. Мы говорим практически о том же, и сейчас будем рассказывать дальше об этом на весь Крым. Да, действительно, не стоит открывать все секреты. Ну что ж, я напомню номер телефона для звонков. Плюс семь девять семь восемь. Спасибо большое, коллеги. Как я и говорил, наши коллеги нас порадовали, потому что сообщили самые интересные новости, оставив некоторую такую нотку тайны. Перчинку, я бы сказал. Ну, я думаю, что надо двигаться дальше. День сегодня, повторюсь, непростой. Мы все в нетерпении ожидаем следующего дня. И сегодня это такое маленькое преддверие. И какая погода будет сегодня, это очень важно знать. И давайте прямо сейчас об этом поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погода радует, в принципе. Весна уже настала климатическая и календарная. Это просто прекрасно. Ну, хотя я бы все-таки не торопилась, потому что, как известно, сейчас наши коммунальные службы, они готовятся к любым погодным условиям и даже подготовили около 10 снегоуборочных машин на тот случай, если все-таки снегопад случится. Крымская весна, она как настоящие женщины, всегда переменчива. И, как известно, их сердце склонно к изменам. Так и весна у нас вот такая переменчивая, нехарактерная и очень капризная. Ну что ж, я об этом немножко не соглашусь. Не скажу, что все женщины капризные, но пусть будет именно так. А почему ты со мной не согласна? Позвольте полюбопытствовать. Ну, потому что мне кажется, что все-таки капризы – это дополнение женщины. Но я бы не сказала, что вот истерика, знаешь, как часто приписывают девушкам. Скажи, а что же тогда, если это дополнение, что же тогда является фундаментом и основой? Фундаментом и основой является, мне кажется, внешность и красота, за которой, как правило, каждая девушка гонится, чтобы это было. А вот здесь я с тобой спорить точно не стану, потому что я вот вспоминаю свои времена, давно ушедшие. Вот тогда что был? Крем-балет, вазелин-норка, крем-ромашка, тушь ленинградская, помада «Алые паруса». Вот так жили женщины в мое время. А сейчас, конечно, все совсем по-другому, все изменяется. Ну, это было давненько, а я тогда скажу, что в мое время, а вернее в нынешнее время, это ботокс, мезотерапия и различные другие инъекции в кожу, такие косметические процедуры. Очень интересно. Никогда не сталкивался, но, наверное, кто-то об этом может рассказать. Я думаю, может, особенно наш корреспондент, который побывал в косметологическом кабинете и узнал, какие же процедуры в нынешнее время особенно популярны у девушек. В погоне за красотой женщины готовы на многое. Золотые нити под кожей, уколы, филеры под глаза, гиалуроновая кислота в губах. Но к таким радикальным действиям готовы далеко не все. Например, Татьяна никогда не ходила к косметологу. У нее другой рецепт молодости. Маски из глины, наши крымские, очень хорошие. Но как-то у меня особо проблем с кожей не было. Может быть, генетика. Елена же считает, что абсолютно каждая женщина должна посещать кабинет косметолога и желательно как можно чаще. Домашний уход не всегда может решить тех вопросов и проблем, которые могут быть именно с кожей. Посещение косметолога раз в месяц – это как обязательно. Экология, ультрафиолетовые лучи и ритм городской жизни сказываются на внешности. Поэтому защита кожи от внешней среды просто необходима. Из три главных этапа выходит за лицом – очищение, тонизирование, увлажнение. Очищение у нас должно быть по типу кожи. Если это сухая, допустим, кожа или нормальная, ей обычно подходит, такая кожа любит молочко, либо мягкие какие-то пенки, либо мягкие гели для умывания. А если это кожа комбинированная или жирная, она обычно любит ощущение, так сказать, до скрипа. Грязь, пыль оседают на лице, поэтому умываться нужно утром и вечером. Обычное мыло для этих целей не подходит, оно сильно осушит кожу, не очищает поры и вдобавок закупоривает их. Следующий этап – тонизирование. Кроме того, что средство смывает остатки геля для умывания, оно напитывает кожу влагой и выступает проводником для крема. Обычно идет два крема – это увлажняющий и питательный крем. Зимой мы можем нанести питательный крем утром, увлажняющий на ночь. Крем питает кожу и пытается защитить ее от воздействия внешней среды. Плюс это единственная область тела, которая никогда не прикрывается одеждой. Любой результат косметолога может сойти на нет, если вы не продолжите ухаживать за кожей дома. Специалисты говорят, что 70% – это домашний уход, а 30% – посещение косметолога. Увлажнять и очищать кожу советуют не только женщинам, но и мужчинам. Тем более, что в кабинете у косметолога есть довольно приятные процедуры. Массаж лица необходим для коррекции нашего лица, так и тела. То есть есть насадка для лица, есть для тела. Мы работаем по массажным линиям, которые необходимы в нашем ежедневном уходе. То есть когда мы умываемся, вообще в норме как вы двигаемся. Центр – периферия. То есть с такими движениями происходит массаж лица. Что он делает? Это укрепление мышечного каркаса, это улучшение лимфодренажа, кровообращение. То есть девочки, которые боятся сразу же идти к колодце, которые хотят максимально долго продлить свою молодость и красоту, они просто идут на массаж. Конечно, это можно делать и дома, но в такой обстановке полностью расслабиться получается далеко не всегда. Пилинги, маски, уколы – это выбор каждого. Но главная причина похода к косметологу – подбор средств, подходящих именно для вашего типа кожи. Хороший косметолог будет вести всю жизнь, но при этом он не обязательно будет делать процедуры. То есть когда к нам приходят клиенты, мы помимо того, что даем лечение сейчас и здесь, мы еще говорим, что делать дома. То есть ухаживать за своим лицом – это точно так же, естественно, как чистить зубы утром и вечером. То есть он может ходить к косметологу раз в год, но при этом у него будет идеальное лицо, потому что домашний уход запутается. Существует множество методов ухода за собой. Главное, чтобы отражение в зеркале приносило вам удовольствие. Алиса Троян, Сергей Козырь. Утро нового дня. Холод, голод и крем-ромашка. Ну, я думаю, что холод, кстати, отойдет, когда будет крымская весна, но потому что это совершенно несочетаемые вещи. И, кстати, я хотела бы добавить, что крымская весна также доберется и до Москвы. Там 300 ресторанов будут угощать в течение трех дней именно крымскими блюдами, такими как лагман, барабулька, чебуреки. А также около 70 спектаклей и концертов поставят на городских площадках. То есть не только в Крыму будут отмечать этот важный день. И не только Москва готовилась. Я хочу сделать такой тоже небольшой анонс. Дело в том, что наши коллеги и мы, мы тоже усердно готовились всей командой телерадиокомпании Крым встретить этот день по-особенному. И я хочу анонсировать массу очень интересных мероприятий. В частности, телемост, который пройдет у нас в Крыму. Рассказать о нем в деталях не получится, потому что это настолько масштабное мероприятие. Ну, Салья знает, не даст соврать. Столько всего интересного будет. Будут включения с места событий. И будут включения с ведущими журналистами не просто крымскими, а всероссийского уровня. В общем, скучно не окажется. Ну, я бы еще добавила, что также будут нас поздравлять и политические деятели, и деятели искусства. Самые разные, конечно же, в первую очередь, те, которые известны на всю страну, на всю Россию. Они будут поздравлять крымчан в прямом эфире. Но помимо этого будут обсуждаться и другие мероприятия, которые ожидаются в течение этих трех, или даже, я сказала бы, четырех дней. Потому что уже с завтрашнего дня начинаем отмечаться. И нет никаких сомнений, что эта пятилетка, первая пятилетка, войдет в историю. Когда-нибудь о ней наши коллеги расскажут в рубрике «Хронограф», которую мы посмотрим прямо сейчас. 225 лет назад американец Элли Витни запатентовал машину для очистки хлопкового волокна. Благодаря устройству, похожему на деревянный барабан с крючками, удалось в сотни раз увеличить производительность труда. До этого хлопок приходилось очищать пальцами, что делало хлопчатобумажные ткани большой роскошью. 14 марта в 1879 году родился один из основателей современной теоретической физики – гениальный ученый Альберт Эйнштейн. Одна из его известных работ – общая специальная теория относительности. В 1921 году стал лауреатом Нобелевской премии. Эйнштейн ввел понятие фотон, разработал и обосновал законы фотоэффекта. Основной закон фотохимии предсказал индуцированное излучение. В этот день, 89 лет назад, родился советский писатель, журналист Василий Песков, известный по программе «В мире животных». Лауреат Ленинской премии и правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. 14 марта в 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. Он был катушечным, большим по размеру и предназначался исключительно для профессионального использования в телестудиях. До этого изобретения передачи выходили только в прямом эфире. 65 лет назад завершилось строительство кольцевой линии московского метрополитена. В этот день, в 1954 году, был введен в эксплуатацию последний участок этой дороги. От станции Белорусская до станции Парк культуры, замкнувшей эту линию. В 1997 году в этот день впервые вручены президентская премия и грамоты лучшим журналистам печатной прессы. Первым лауреатом стал советский журналист, политический обозреватель газеты Отто Лацис. Насыщенный день, согласись, Илья? Соглашусь. Я хочу сказать, что крымские власти предусмотрели, что насыщенный день будет абсолютно у всех крымчан, и надо будет как-то добираться от места события к месту события. Это я все продолжаю говорить о мероприятиях Крымской весны. И поэтому сделали еще один такой сюрприз в виде бесплатного проезда 16 и 18 марта в общественном транспорте. Это действительно здорово. Это настоящий, я бы даже сказал, подарок, потому что иначе это не назовешь. А еще один подарок – это то, что в Крым приедут люди, не просто люди, а настоящие французы, политическая делегация в составе 11 человек, которые посмотрят, действительно ли так, так сказать, в кавычках «плохо нам живется». А нам живется просто прекрасно. И даже когда они увидят цены на бензин, они тоже порадуются. Потому что я хочу сказать, что по сравнению с Европой в России очень дешевое топливо. И подробнее об этом я расскажу прямо сейчас, когда подойду к прекрасному нашему плазменному полотну. И здесь наши ассистенты выведут цены на топливо. Итак, газ сегодня равняется 27 рублям 96 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо – 51 рубль и 32 копейки. 92-й бензин – 47 рублей 21 копейка. И 95-й бензин – 50 рублей 38 копеек за 1 литр. Ну и самый дорогой бензин традиционно 98-й – 56 рублей 59 копейки. Напомню, что Россия, несмотря на то, что мы ежедневно жалуемся на то, что топливо дорожает, по-прежнему является одной из наиболее, скажем, прогрессивных стран относительно дешевизны бензина. Третье место в мире занимает Россия. И, в общем-то, это повод возрадоваться. Цены на бензин всегда привязаны к валюте. И давайте сейчас поговорим о валютах. Итак, доллар на сегодня равняется 65 рублям 58 копейкам за единицу, а евро – 74 рублям и 2 копейкам. И обе эти валюты за прошедшие сутки сдали в позициях порядка 10 копеек. И, конечно, это прекрасная новость к праздникам, потому что, может быть, что-то можно себе лишнее позволить. Как ты считаешься, Илья? Ты имеешь в виду в плане расхода топлива позволить лишнее? Конечно, потому что ведь известно, что на праздники люди что делают? Либо сидят за столом, либо путешествуют. А если топливо дешевеет и дешевеют, соответственно, и валюты, то можно позволить себе попутешествовать куда-нибудь. Например, отправиться в Ялту, где открылась выставка под названием «Крымский мост». И, как, наверное, вы уже догадались, все экспозиции посвящены именно этому объекту, который в Крыму появился не так давно, но, тем не менее, уже стал музой для многих художников как Крыма, так и в целом России. Или в Балаклаву. Бывало в Балаклаве? Конечно, бывало, не раз бывало там. А что там? Прекрасное место, бухта символов его называют. И вот там буквально недавно набережную перекрыли. И ты знаешь, для чего? Нет, даже не догадываюсь. А я доложу тебе, потому что там снимали настоящий фильм. Какой? А в этом история пока умалчивает, но я думаю, что это будет интересно. А, ты имеешь в виду современный фильм, который покажет споро? Абсолютно точно. Скоро его покажут, пока мы еще не знаем, что это. Но о том, что уже идет на подмостках Крыма, мы расскажем в следующем сюжете. Афиша прямо сейчас. В Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького спектакль «Васса Железнова» – пьеса с богатой сценической историей, написанная русским писателем Максимом Горьким. Автор считал ее своей лучшей работой. Сюжет трагический. Преуспевающая благополучная семья храповых-железновых гибнет на глазах наследницы рода Вассы. На протяжении 15 лет русская женщина в одиночку справляется с семейными напастями, приняв непосильную ношу на свои хрупкие плечи. Начало пьесы в 19.00. Тем, кому по душе комедийные жанры, советуем посетить Государственный Академический Музыкальный Театр. Сегодня там веселое представление, покоренные любовью и Лививат Франция по мотивам Бомарше. 18 век. Дворец графа Альмавива и его жены графини Розины. Современная музыкальная обработка, непревзойденная игра актеров, потрясающие костюмы и декорации. Начало в 16.00. На киноэкраны выходит фэнтези, рожденный стать королем. Непростая жизнь 12-летнего Алекса превращается в грандиозное приключение, когда он находит легендарный меч Экскалибур. Подростку, который считал себя неудачником, предстоит стать новым королем. Но для начала нужно разобраться со злой средневековой колдуньей и не дать ей уничтожить мир. Время киносеансов можете выбрать сами. Еще одна премьера для поклонников остросюжетных триллеров – «Добро пожаловать в Акапулько». В ролях Майкл Кингсбейкер, Уильям Болдуин и Майкл Мэтсон. По сюжету разработчик компьютерных игр Мэтт Бут ошибается рейсом и прилетает в мексиканский городок Акапулько. Приземлившись, он становится объектом охоты. Время сеанса вы можете выбрать сами. Также на киноэкранах мультфильм «Норм и несокрушимые. Ключи от королевства». Мишка становится королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк и вручают награду – золотой ключ от королевства. Пока герой купается в лучах славы, трофей похищают. Но это не самое страшное. Бандит под видом Норда организует серию ограблений. Сумеет ли новоиспеченный король защитить свое имя? Смотрите на утренних сеансах. Севастопольский городской суд приговорил одного из чиновников Федерального казенного управления Черноморского флота к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Ты знаешь, за что? Нет, не знаю. За то, что он заставлял своих подчиненных отдавать часть премии ему наличными деньгами. И таким образом у людей, так сказать, похитил в прямом смысле слова почти один миллион рублей. Вот такой вот герой нашего времени. Я надеюсь, что таких героев будет как можно меньше, а будут такие, как, например, вежливые люди, которые в 2014 году пришли в Крым без опознавательных знаков, но сразу дали понять, что они готовы защищать нас, крымчан, готовы сюда нести мир и, конечно же, отстаивать наши права и свободу. Вот они, по-моему, настоящие герои. И рядом с ними не должны стоять такие люди. Вот пример, которого ты сейчас привел. Абсолютно полностью согласен. Герои нашего времени – это те люди, которые творят чудеса во благо страны, во благо каждого из нас. И эти люди заслуживают уважения, почтения. И такие люди были всегда в истории нашей страны. И об одном из таких людей наш следующий сюжет. Герой Советского Союза, советник президента, летчик Валерий Анатольевич Бурков. В 1984 году он служил в Афганистане, где подорвался на мине и потерял обе ноги в 27 лет. Казалось бы, в этот момент жизнь закончилась, но этот человек не сдался и снова сел за штурвал самолета, тем самым повторив подвиг Алексея Моресьева. И вот у меня передо мной, знаете, как икона, вот этот Алексей Моресьев. И я вот так на него смотрю, и у меня мысль. Он советский человек, я советский человек. Он летчик, я летчик. А почему я должен быть хуже? Он же смог встать на ноги, вернуться в боевой строй, летать. Значит, и я смогу. И я так махнул левую руку. А, ерунда, новые ноги сделали. Он не дает поблажек себе и учит этому детей по всей стране. Сейчас Валерий Бурков посетил Крым, в том числе и специальную школу-интернат в Лозовом. В это сложно поверить, но этот человек простоял на двух протезах почти три часа. Было пять положено уколов в день. Но иногда было так невмоготу, что, как говорится, очень тяжко. Они где-то находили шестой укол. Деля со своим опытом рассказывает истории из жизни. Удивляет, как при такой серьезной теме этому человеку удается поддерживать непринужденную обстановку и живой интерес у детей. Много шуток и стихов после песни про Афганистан, которые он написал сам. Пройдя нелегкий жизненный путь, Валерий Бурков жалеет только об одном, что когда-то злился и мало уделял времени семье. Осознав, что близкий – самое важное, ушел в монахи, чтобы лучше разобраться в себе. Ныне монах-отец Киприян помогает людям по всей стране. Вы знаете, я не знаю, как я до этого дошел. Понял до конца, как говорится, до глубины души, до глубины сердца, что любовь – это действительно единственное, что нас животворит, что делает нас счастливыми и к чему мы должны стремиться. Уже на протяжении двух лет дети Крыма заново знакомятся с героями России, с теми, кто на своем примере показывают ребятам, как сохранить силу духа при любых обстоятельствах. На годовщину Крымской весны, на пятилетие, мы проводим торжественный смотр юнормейских отрядов Республики Крым. Наш отец Киприян принял приглашение принять участие в этом торжественном смотре. В рамках проекта «Диалог на равных» герои страны посещают школы, интернаты и вузы. Итогом станет встреча с молодежью со всего полуострова в Крымском республиканском пресс-центре. «Диалог на равных» дал детям возможность познакомиться с настоящими героями. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Как хорошо, что мы узнали об еще одном таком герое. Действительно, когда люди делают добрые дела, это относится к героизму. Конечно же, раньше, наверное, этого бы не было. Делать добрые дела – это было обычным делом. Но сегодня это героизм. А мне очень поразило увидеть героя Советского Союза в рясе с такой прекрасной, совершенно покладистой бородой, как у настоящего доброго волшебника. И, по-моему, это очень своеобразно выглядит. Прям даже как-то удивляет, я бы сказал. Ну а знаешь, кто еще добрые волшебники? Это, конечно же, врачи и доктора, которые нас постоянно лечат. При любых болезнях берутся за нас. Я точно это знаю, потому что с очень многими людьми хорошо знаком. И как раз затронула такую тему, хочу, скажем так, напомнить крымчанам о том, что сейчас в Крыму есть некая не эпидемия, ни в коем случае не стоит пугаться, но есть некая предосторожность, связанная с корью. Корь – это инфекционное заболевание вирусное, которое сейчас, кстати говоря, все чаще встречается. И вот с марта месяца, с начала года у нас уже выявлено 44 случая кори. Это нужно быть очень внимательным. И 9 из них случились за последние первые дни марта, первую треть марта. Нужно быть очень внимательными. Заболевание относится к детским заболеваниям. Проявляется оно, как обычная остерогеспираторная вирусная инфекция, но дополняется сыпью. И, кто знает подробность, и пятнами филатого коклика. Но это отдельная история. Доктор Левин, например, про это расскажет в своей передаче. Ну, ты знаешь, врачи сейчас призывают делать прививку от кори. И, конечно же, по поводу прививок тоже существует огромное количество мнений, самых разных и, в первую очередь, спорных по поводу того, делать или не делать. Но у меня, например, в детстве делали прививку от кори. И я знаю, что до 30 лет теперь я могу не переживать о том, что заболею корью. А вот после 30 лет надо будет снова задуматься о том, чтобы вакцинироваться. На самом деле, действительно, есть такое утверждение 30-30 лет. Но титр тел, и существует специальное исследование, показывающее титр антител на данную патологию. И у людей она совершенно разная. И тут возраст не имеет значения, хронология. Особенности иммунитета у человека каждый освоит. Поэтому нужно быть осторожными. В частности, в программе радио, программе радиотерапии, которую я имею честь вести на радио Крым, мы эту тему затрагивали в прошлый раз и впредь будем касаться. Поэтому, дорогие телезрители, иногда, когда у вас есть свободная минутка, включайте радио по четвергам в 19.00. Мы расскажем о медицине очень много интересного. Ну, а по поводу того, что надо быть осторожным, это действительно так. Это не только касается каких-то заболеваний и не только касается прививок, но также касается и дорог. И об этом наша следующая рубрика Крым онлайн. Когда товар ну очень нужен, а денег на него нет, находятся люди, которые решают эту проблему просто. Просто и незаконно. Но все видящее око-камер видеонаблюдения не дремлет. Украл, прославился на весь полуостров. Не все соки одинаково полезны. В этом на личном опыте убедился покупатель одного из севастопольских супермаркетов, который решил побаловать себя березовым нектаром. То ли напиток был с мякотью, то ли уловка маркетологов не получила желаемого результата. В любом случае, насладиться вкусом так и не получилось. В Крыму есть своя Припять. По крайней мере, место очень ее напоминающее. Это заброшенный детский лагерь отважный под Судаком. Обстановка там весьма специфическая и удручающая. Идеальное место для съемок остросюжетного фильма. А ведь когда-то там слышался смех детей. Говорят, микрозаймы – законный способ грабежа населения. По-видимому, так не считает 39-летний симферополец, который сам совершил разбойное нападение на одной из отделений. Угрозы поджога и добытые 4000 рублей могут обернуться для правонарушителя наказанием в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Севастополь. Площадь 50 лет СССР. Незапланированное падение массивных рекламных конструкций на зелененные клумбы. Люди не пострадали, а вот красивым кустам роз пришлось не сладко. Их больше нет. На полуострове, несмотря на переменчивость погоды, уже чувствуется дыхание весны. А это значит, что сейчас самое время для прогулок по лесам Крыма. Ведь именно здесь можно встретить чарующие поляны первоцветов-подснежников. А их аромат способен скружить голову любому. Вот о таком сегодня говорил крымский сегмент интернета. Но ты знаешь, Саш, вот что касается интернета. Было проведено исследование и выяснилось, что около 80% детей России не могут жить, не могут представить свою жизнь без смартфона. То есть смартфон им сейчас заменяет абсолютно все. Прогулки на улице, например, чтение книг. Все это теперь смартфон. С одной стороны, я их могу понять, потому что вот такая вот пластинка, скажем, начиненная всякими криминоземами, она, безусловно, очень удобна, потому что в ней можно посмотреть и прочитать абсолютно все. И все мировое богатство литературы находится вот здесь, казалось бы. Но с другой стороны, конечно, нужно знать тонкую грань, где заканчивается мания и где начинается просто увлеченность. Ну, ты знаешь, вот многие дети признают, что они действительно настолько увлекаются, что потом не могут признаться своим родителям, сколько времени проводят в интернете. А мы как-то с тобой говорили о том, что проводят они где-то от 6 часов в день. Это очень много. Если посчитать, это выходит почти 1 треть в году. И также они не рассказывают, что они там делают и что они там смотрят. Так что родители, будьте бдительны. Вот это очень важный момент, потому что в интернете много всякого хорошего, плохого, мудрого, доброго, злого. И для того, чтобы разобраться, где зерна, а где плевла, нужен очень мощный и точный фильтр. И таким фильтром являются наши журналисты, которые отбирают самые интересные, самые актуальные новости интернета и преподносят их вам на блюдечке с голубой каемочкой. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Штат Калифорния. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся на автостраде. Вследствие этого сотни банок с пивом оказались на дороге. Водитель не пострадал. Земля ценой почти полтора миллиона долларов. Именно такую сумму власти Ирландии выставили за небитаемый остров, который находится в Атлантическом океане. Житель Лондона настоящий счастливчик. Буквально доли секунды, и на него могла врушиться груда кирпичей. От серьезных увечий мужчину спасла разве что небывалая удача. Следующие снимки просто дух захватывает. У побережья Южноафриканской республики кит проглотил дайвера, но тут же выглянул его обратно в океан. По словам самого экстремала, млекопитающая не имела намерений его съесть. Новый любимец публики в социальных сетях. Знакомьтесь, это Хантер. Благодаря своим хозяевам, которые научили пса рисовать, за очаровательным животным теперь наблюдают сотни тысяч пользователей сети со всего мира. Неудивительно, что владельцы Хантера уже заработали на картинах четвероногого питомца больше пяти тысяч долларов. В мире набирает популярность очень своеобразный флешмоб. Суть проста. Кидаешь сыр на человека, собаку, кошку и смотришь. Реакция всегда разная, но в основном положительная. Порой бывает очень даже смешно. Итак, как вы уже видите, к нам присоединился Виктор Юрьевич Аносов, заместитель командира полка Народного ополчения Республики Крым. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Юрьевич. Здравствуйте. Виктор Юрьевич, наверное, вы, как никто другой, расскажете нам, кто такие настоящие герои Отечества. Герои Отечества – это люди, которые исполняют свой гражданский долг по защите Отечества, которые сильны духом, у которых чистые мысли и нет никаких грязных помыслов, которые полностью с всей отверженностью и настойчивостью защищают свое Отечество, свой дом, свою семью. Ну, по сути, вы сейчас описали ополченцев, народных ополченцев, которые также в 2014 году встали на защиту Крыма, и не зря им установили даже памятник. Да, но помимо народного ополчения весь Крым поднялся, как вы знаете. То есть поднялись десятки, сотни тысяч людей, которые стали на защиту, исполнили свой гражданский долг, они защитили свой дом, свое же Отечество. И то, что они не стали ополченцами, но они стали тоже в наших рядах стоять. А как они защищали? Что они делали? Ну, я могу сказать, даже когда первые, вот те же самые участия в митингах, первые дни, и того же 26 февраля, когда противостояние состоялось, там же были тысячи людей, там были обычные граждане, там пришли дедушки, бабушки, пенсионеры даже участвовали в этом столкновении, и не все же стали ополченцами. Ополченцы просто на тот момент, кто записался в самооборону, они вышли на этот митинг, на мирный митинг, который потом перерос уже в совсем другое состояние. И также пришли обычные люди, граждане, жители Симферополя и других городов. А в последующие действия уже самообороны переросло в ополчение, они выполняли уже целый ряд других функций, которые бы поставлены в будущем главу республики и командующим ополчением Шеремет. Виктор Юрьевич, а вы можете вспомнить, что вы делали, как переживали тот день, 15 марта 2014 года? Ну, 15 марта, поскольку я был в народном ополчении и командовал взводом специального назначения, в роте специального назначения, у нас были обязанности по обеспечению порядка и безопасности накануне референдума, ну и сам референдум. А что надо было делать? У нас была мобильная группа, несколько мобильных групп, которые быстро реагировали на какие-то сообщения, звонки от наших коллег, которые находились на избирательных участках. И какие были звонки? Потому что не все, конечно же, просочилось прессу. Ну, я вам так скажу, что прошло довольно-таки мирно. Были небольшие провокации, но для этого не стоило даже выезжать. То есть это все разрешалось на местах, и с помощью и тех силовиков, и милиция, которая в тот момент уже начинала работать. И все на местах разрешилось. Поэтому мы были так на подхвате, но не действовали. Я даже успел с утра поехать со всей семьей проголосовать. Скажите, а были какие-нибудь курьезные случаи, которые достойны того, чтобы их вспомнить? Ну, как бы, курьезных случаев, конечно, там было, и немало. Это период, момент между, скажем так, 26 февраля и 16 марта. Этот момент, это выходили небольшие версионные группы были в составе, и как представители национальных сегментов с Украины, так и с силовых ведомств. И нам приходилось, и задерживали их, и передавали потом в силовые ведомства. И были там фальшивые звонки, какие-то подозрения. Может, кто-то даже пытался счеты с кем-то свести, не угодно. По соседям были такие, звонили, у нас соседы тут вооружаются, оружие носят. Пришлось на это выезжать, и выяснялось, что оказывается люди... Бытовая ссора какая-то, да? Да, да. То есть, некоторые хотели использовать этот момент и в своих даже коррестных целях. Ну, вот вы знаете, я не могу не отметить и роль женского батальона народного ополчения, которые также стали на защиту. Это смелые девушки и даже женщины. Я знаю, что самых разных возрастов. Расскажите немного о их героизме. Ну, как мы там, мамочки. Мамочки. Это наши повара, это наша кухня, это наше питание и проживание, это медицина, прежде всего. Даже вот на тот момент, когда мы собирались встречать поезд дружбы на вокзале, и вот наши женщины, которые ходили в состав медицинского взвода, они тут же давай суетиться, искать места, если будет, ну, не дай бог, произойдет столкновение, и будут ранены, чтобы куда их сносить, где их, ну, показывать первую медицинскую помощь. Сразу же засуетились и вот это дело подготавливали. Ну, те же самые разворачивали кухни на полевых кухнях. Они никогда не работали на этих капешках, они же в армии не служили. Но они быстро к этому научились. Сами дрова подбрасывали, сами топили и готовили кашу, и очень даже вкусную. Ну, на то они и женщины, адаптироваться в самых невероятных условиях, у них бога талант есть. Виктор Юрьевич, скажите, пожалуйста, у вас на груди медали. Что это за ордена? Ну, здесь у меня по большей части ордена и медали за службу на Донбассе. То есть я почти 3 года, 2 года, 7 месяцев в качестве добровольца был подбор на Донбассе в ДНР в качестве начальника военной полиции и командового комендантского полкома. Ну, поскольку контракт у меня там закончился, я вернулся обратно. Ну, ушел-то я оттуда в апреле месяце, буквально незадолго после референдума. И контракт закончился, я вернулся домой. А поскольку у меня был при Украине свой частный бизнес, меня не было переоформлять, некому было. Все это у меня, ну, пропало. Ну, продолжил службу народного ополчения. Сергей Валерьевич Аксенов назначил меня заместителем командира полка. Вот по сей день я на этой должности состою. Ну, вот я, кстати, хотела и уточнить, для чего сегодня существует народное ополчение? Ведь все тихо, все спокойно, пять лет мы живем в абсолютном мире. Ну, я не скажу, допустим, что все тихо, просто не все, ну, афишируется. Зачем? Вот, народное ополчение занимается на сегодняшний день охраной объектов государственной собственности, государственной важности, обеспечением совместно с полицией республики, охраной общественного порядка, осуществляет патулирование. Были случаи, ну, тоже сильно не афишируется, когда возле прокуратуры там нашли закладку взрывного устройства. Ну, подкидывали даже муляжи возле Совета Министров. Осуществляли задержание совместа полиции, ну, различных граждан, нарушающих правопорядок и находящихся в розыске. То есть они по ориентировкам опознавали людей и совместно с полицией произвели задержание. Охрана таких важных объектов, как дамбы на водохранилищах, осуществляется тоже очень важные объекты. Ну, и тоже совместно. Виктор Юрьевич, мы поняли, что у вас очень много работы, но именно благодаря вам мы сегодня живем в абсолютном мире и даже не замечаем, что вокруг нас такие вещи, оказывается, происходят. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Я напоминаю, что у нас в гостях был Аносов Виктор Юрьевич, заместитель командира полка Народного самоополчения Республики Крым. Большое вам спасибо за рассказ. Я думаю, что это вдохновило крымчан на подвиги во имя Родины. Подвиги совершают не только люди, которые верят в Отечество, но и даже самые простые, которые ищут просто тепла. И вот каждый из вас может совершить маленький подвиг, посмотрев следующий сюжет и, может быть, отреагировав на него. Даяна. Молоденькая, очень умная и красивая собака. Она подойдет для любой семьи, которую будет любить и защищать. Привита, стерилизована. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Не собака, а просто чудо. То ли хаска, то ли овчарка. Кто поймет? Ну, я надеюсь, что ты говоришь не о нашем корреспонденте. Упаси Бог. Наш корреспондент – это благороднейшая женщина, кандидат филологических наук, грибоедовед. Оля Литвиненко ты забыл добавить и озвучить ее имя, которая сейчас находится уже на улице Симферополя и готова рассказать о чем-то очень интересном. Да, спасибо, коллеги. Я перенимаю эстафету от вас. И как вы видите, недавно зашло солнце, и я хотела бы поделиться им с вами, чтобы в студии было только тепло и солнечно. Итак, вот секундное такое мгновение, потому что не могу стоять, будет пересвечивать. Вот. И хочу сказать, что вообще крымская погода не может быть непрекрасной. Вот сейчас солнечно, вчера было тоже тепло, а позавчера, вспомните, пожалуйста, что у нас был. У нас был мокрый снег, потому что зима немного решила напомнить о себе, так сказать, после масленичной недели. Так вот, я сейчас прогуливаюсь по парку, по скверику, который находится возле реки Салгир, и которая в скором времени будет реконструирована. Хочу сказать, что здесь очень-очень много людей, которые направляются на работу либо по своим делам. Итак, о погоде сегодня. Сейчас на улице плюс 3 градуса тепла. Правда, ощущается, как плюс 1 градус. Вышло солнышко. Ну, знаете, сегодня будет ясно, но недолго, потому что к обеду небо затянется немного тучами. Температура днем, столбик термометров будет показывать плюс 9 градусов. Ну, и к вечеру, к вечеру, друзья, снова немного похолодает. Ну, потому что вот такая вот у нас весна. Ну, я думаю, что я всех порадовала солнышком, пустила тепло в студию и, конечно же, в ваши души. Ну, а теперь мне нужно двигаться дальше. В студию вам слово. Спасибо, Оля. Действительно, наша солнечная Оля и солнечная погода сразу же озарили нашу студию. Даже как-то немножко теплее стало. И правда, на душе в первую очередь. В студии, хотя у нас такая температура, как говорится, бодрая. Бодрая, бодрит. Бодрит. Это самое главное по утрам, согласись. Дольше останемся молодыми. А именно сейчас мы предлагаем еще раз посмотреть на улицы города Симферополя. И, как я вижу, у нас уже видна площадь Ленина благодаря веб-камерам. Саша, тебе не видно, но я тебе буду рассказывать. Я тоже... Солнце слепит такое. Чувствую с затылком, что действительно солнце яркое. Это действительно здорово. Вообще, март – это такая опасная субстанция, я бы сказал. Почему? А вот обрати внимание, у нас, например, на окраинах Симферополя ночью температура до минус трех опускается сейчас. Днем поднимается до плюс пятнадцати иногда и плюс двенадцати. Вот такой вот контраст температуры, на самом деле, он, с одной стороны, забавен, с другой стороны, это опасно для растений, как известно. Да это не только для растений, для людей из-за этого начинаются простудные заболевания, потому что днем легко одеваешься, а вечером немножко замерзаешь. Только, как говорила моя бабушка, это обманчивая погода, и она действительно обманывает вас, крымчане. Не доверяйте ей пока, дождитесь мая, потому что крымский май – это произведение искусства. Ну вот ты знаешь, Саш, пока мы начали говорить о Симферополе, я бы еще хотела бы добавить такую новость, что в преддверии крымской весны Симферополь начали украшать, и даже было закуплено около четырехсот цветных флажков России и Крыма, которые растают на улице, вот от Самокиша до кинотеатра Симферополь, но и также будут такие фигурные стойки с государственными флагами, то есть можно это будет увидеть. Это прекрасная иллюстрация к фразе о том, что кашу маслом не испортишь. Крым настолько красив, что его можно еще украшать, и от этого он хуже не станет. Хотя известно, что, казалось бы, везде нужно знать грани, но вот Крым прекрасен настолько, что его можно бесконечно дополнять. Но я включил еще одну камеру, вновь у меня на планшете черный экран, но ты, наверное, видишь какой-то пейзаж более ясный. Я вижу пейзаж, но я, если честно, даже не догадываюсь, где это. Я подозреваю, что это, возможно, даже Севастополь. Нет, но тоже город-герой. Какой? Город Керчь? Абсолютно верно, Керчь. Это Керчь, главная площадь города. Ну, кстати, мы уже видим, что здесь возводится сцена, значит, торжественные мероприятия там тоже будут в эти четыре дня. И я так подозреваю, что будет концерт праздничный, поэтому его не пропустите. Ну и праздничный концерт, конечно же, будет в Симферополе. Это самое главное действие, это вишенка на торте. Скажи, а сейчас изменился? Ну, конечно же, изменился. Я сразу догадалась, что это за место. Это Екатерининский сад, тоже Симферополь. И видим, что там пока не так много людей, в отличие от машин. Машин достаточно много. Самое красивое, самое ухоженное место в городе сейчас. Самый современный дизайн окружающей среды. Ну, вот одна вещь, которая меня смущает уже на протяжении долгого времени, это мертвые, извините, трупы туй. Кого? Там кипарисовики. Кипарисовики мертвые стоят, и уже почти год они торчат своими рыжими остовами. И почему-то их коммунальные службы не убирают. Не могу понять, почему. Может, им нравятся мертвые растения? Ну, я не думаю, что у кого-то есть такое увлечение в виде мертвых растений. Я думаю, что просто не добрались. Но мы же с тобой не раз говорили о том, что программа озеленения, она в действии. И около, сколько там, около 300 деревьев собирались. Мы про это еще расскажем дополнительно. Давай не спеши. Хорошо. Передем много чего интересного. Но я предлагаю двинуться дальше по нашему эфиру. И дело все в том, что наш корреспондент с совершенно ветхозаветной внешностью, специалист по хетам, самаритянам, галилейцам и прочим иудеям сейчас находится в Евпатории. Точнее, находился не так давно. И готов рассказать вам о совершенно интересной истории этого города. Давайте к этому сюжету и обернемся. Время скоротечно. Но порой застывшая в монолите камня история разговаривает с нами из тени прошлого. И поверьте, ей есть что сказать. Специально для этого мы прибыли в Малый Иерусалим, город Евпатория. Одному из самых древних городов полуострова недавно исполнилось 2,5 тысячи лет. Улицы, скверы и жилые дома буквально пропитаны историей. Сбитые шагом мощеные улочки уводят куда-то в неизведанное, скрытое за загадочной вуалью прошлого. Возникает лишь одно желание – узнать все тайны этого удивительного места. Вход в Малый Иерусалим оберегают гигантские ворота Дровяного базара, также известные как Гизлевские. Это одна из самых интересных туристических точек маршрута. И не просто так. Посмотреть тут есть на что. В это время года не слышно, но тут варят вкусный крепкий кофе. А наверху располагается музей. Он рассказывает про историю города средних веков, в то время, когда ворота возвели. Правда, этот прочный песчаник – реконструкция. Оригинальное строение было разрушено в середине 20 века. Гизлев. Именно так Евпатория называлась в средние века. Отсюда и имя ворот. В то время поселение представляло из себя защищенную крепость. Со всех сторон его окружали массивные каменные стены. Сейчас на третьем этаже башней располагается музей с миниатюрной копией средневекового города. И все же откуда такое название – Малый Иерусалим? Слово «древнее» и всем известное. Переводится как «жилище мира». И ведь правда, в этом месте спокойно живут по соседству памятники разных культур и религий. Сначала здесь поселились греки. Затем, века спустя, правило Крымское ханство. Позже побережье отошло от Турции. После Крым стал частью Российской империи. Здесь жили караимы и была образована прочная еврейская диаспора. Каждая культура не вытесняла предыдущую, а селилась с ней по соседству. В первой заворотами нас встречает небольшая купеческая синагога 19 века. Некогда здание было главной синагогой в городе. Здание выстроили на углу двух старинных улиц таким образом, чтобы оно соседствовало со всеми ближайшими храмами иных конфессий. Шагая по брусчатке старого города, невольно задумываешься о том, насколько же древнее это место. И ведь действительно, история Евпатории берет свое начало в IV веке до н.э., когда на этих живописных берегах высадились древние греки, основав свои первые колонии. В те времена город носил имя Киркинетида. В III веке был разрушен скифами, после чего долгие столетия пустовал. Нынешним названием курорт обязан понтийскому царю Метриаду VI Евпатору. Свято-Никольский собор является одним из самых крупных христианских храмов на территории полуострова. Церковь возвели в конце XIX века в честь освобождения города от армии врага во время Крымской войны. Храм построен на месте ветхого здания церкви святого Николая Мерликийского. Место жертвенника разбросной церкви отмечено памятным знаком, прямо за алтарем нынешнего собора. Только посмотрите на это. Чем не архитектурный шедевр? Доходный дом имени Дувана был построен в начале XX века и стал первым звеном в курортной истории города. Квартиры в нем предназначались для отдыхающих. Дом построен в традиции раннего модерна. Несмотря на то, что оно гораздо моложе местных старожил, здание отлично вписалось в архитектурный пейзаж старого города. Вдоль травмальных путей спускаемся вниз. Где-то здесь была слышна песня Муэдзина, а это значит, что мы на верном пути к мечети Джумаджими. И все же удивительно, как в изящной близости в одном районе ютятся памятники разных эпох, культур и конфессий. Стоит сделать шаг в сторону, как ты попадаешь в совершенно иной временной отрезок. Известно также, как Хан Джуми, мечеть середины XVI века действительно впечатляет. Когда-то здесь проходила главная государственная церемония для крымского ханства – вступление на престол нового правителя. От этого, собственно, и появилась приставка хан. Храм выполнен по принципу нарастающих объемов. Образцом для мечети мог послужить собор Святой Софии в Константинополе. Несущие части – из известняка, но в большей степени предпочтение отдавали ракушке. Приблизительно в ста метрах от мечети расположились турецкие бани того же XVI века. К сожалению, сегодня они закрыты. Вероятно, работают только в сезон. Оказалось, что нет. Памятник полуразрушенный полностью закрыт. Ремесленная синагога, известная также как Егия Капаи, появилась относительно недавно – в начале прошлого века. Работает, к слову, и по сей день на ее территорию даже можно зайти. Здание является классическим образцом культовой иудейской архитектуры. К сожалению, судя по всему, двери сегодня закрыты. Но ничего. Во дворе есть много чего интересного. Маленький мирок буквально законсервированный в другом маленьком мирке. Двор невероятно уютный, спрятанный от окружающего мира. Здесь можно выпить кофе и съесть фалафель. По центру стоит минора. На территории расположена старая, потрепанная погода и пианино. Правда, на его музыкальной жизни похоже. Можно поставить точку. Место непрерывно связано с Израилем. Здесь можно купить оберег красную нить. Есть место и для своего небольшого филиала стены плача. Говорят, что записки отсюда отправляются прямиком в Иерусалим. Оригинальная стена плача – Ха-Кот-Эль-Ха-Маарави. Часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы. Величайшая святыня иудаизма. Сюда приходят тысячи паломников со всего мира. Буквально в 200 метрах от синагоги расположился памятник архитектуры XVIII века. Комплекс караимских кенас. Сюда приходят молиться представители одного из самых малочисленных народов на Земле – караимы. Этноним происходит от названия учения «Караимизм». Вероучение основано на Танахе – Ветхом Завете. Крым – одно из немногих мест, где можно найти действующую кенасу. Несмотря на то, что здесь узкие и мощенные улочки, место автомобилям приходится уступать довольно-таки часто. Здесь плотный график. Даже не верится, что это пешеходная зона. По этим улочкам мы, совершив петлю, вернулись к Гизлевским воротам. На обратном пути молча наслаждались видами. Что сказать? Вернулись туда, откуда и пришли. Кажется, обошли Малый Русалим вдоль и поперек, и все равно будто бы не видели и половины. Насколько же приятно осознавать, что вокруг нас находится столько удивительных и интересных мест. Никогда не забывайте изучать родной край. Доброе утро, крымчане! Сегодня 14 марта, сегодня предпраздничный день. И вас в студии «Утро нового дня» рады приветствовать Александр Ткачев и Салия Салямова. Мы рады вас приветствовать и поднимать вам настроение, но также рассказывать о самых важных новостях, чем я сейчас и займусь. И расскажу о том, какие же новости произошли за последние 24 часа. Век живи, век учись! В Крыму люди предпенсионного возраста могут бесплатно проходить курсы повышения квалификации. За парты с начала этого года уже сели 15 человек. 30 подали заявление. Обучение занимает от двух недель до трех месяцев. Как принять участие в государственной программе, знает Дмитрий Попов. Талят Меджитов – водитель с богатым опытом. Работает в селе Кировское на предприятии, которое занимается перевозками. Знаю дороги, дороги Крыма, маршруты, которые мы обеспечиваем. Когда ему предложили стать водителем-наставником, согласился сразу. Но, чтобы работать со стажерами, нужно самому иметь соответствующую корочку. На курсах повышения квалификации уже прошел половину учебного материала. На данный момент тема – обеспечение безопасных условий на маршрутах автобусных перевозок. Тема несложная. Чтобы Талят Меджитов получил повышение, его работодатель обратился в Центр занятости. Там сказали, нужно подготовить пакет документов. Паспорт, СНИЛС, трудовую книжку для незанятых граждан, для работающих документ, подтверждающий его работу, и документ, подтверждающий его профессиональное образование. Затем связались с учебным центром в Симферополе. Обучаются тут очно и заочно. В случае необходимости могут высадить лекции электронной почтой. Обучаться можно даже дистанционно. Делать это на работе в свободное время или же дома. Процесс занимает не более трех месяцев. А в конце необходимо будет сдать экзамен, подтверждающий уровень знаний. Пока желающих предпенсионного возраста обучаться немного. Но к наплыву клиентов в учебном центре готовы. Предлагают более 200 программ по повышению квалификации. Арматурщики – это рабочие специальности. Работа на высоте, то есть охрана труда на высоте. Все группы с первого по третий, операторы котельной, водители. Обучение оплачивает государство. Его стоимость от 2 до 6 тысяч рублей. Зависит от количества часов и специальности. Прекрасно понимаем сложности трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Для того, чтобы эти риски снизить, государство затративает немалые деньги. В течение 6-5 лет это порядка 30 миллиардов. Профильное министерство отмечает, что все сотрудники на предприятии должны иметь соответствующее образование. В случае проверки это поможет избежать работодателю штрафов, а работнику сохранить свое место. Дмитрий Попов, Игорь Пеничук, Новости 24. 5 лет назад маленький крымчанин стал известен на всю страну. Правда, имени его не знали. Фото 2014 года, на котором вежливый человек дарит кота школьнику. Вдохновляет скульпторов и создателей сувениров со всего мира. Лили Беджат познакомилась с героем снимка и расскажет, как он живет спустя 5 лет. Английскую сюиту Баха Женя отточил за 5 лет. Параллельно увлекается точными науками. Планирует стать программистом. Считает себя частичкой крымской весны. Вот я эту куртку храню уже 5 лет. Вот она. Она напоминает мне события крымской весны, которые произошли 5 лет назад. Как символ я ее храню. Этот снимок был сделан в 2014 году. На нем вежливый человек дарит крымскому мальчику пушистого рыжего друга. В тот день Женя торопился на занятия. Шел мимо воинской части, которую охраняли люди в форме. С автоматами и с закрытыми лицами. Они позвали мальчишку к себе. В обращении была только одна фраза. Мальчик, нужен ли тебе код? Интонация была совершенно мирная. Не побуждающая ни к чему, как вежливый вопрос. Но сам факт обращения меня поверг в шок. Такой маленький. Пушистика сразу взял руки? Пушистика, да, взял. Пушистик, правда, очень такой, своенравный. Я его пронес с квартал, а потом он у меня начал выпираться, вылезать, шипеть. Поцарапал меня немножко и убежал. Он допускает, возможно, Рыжик вернулся к вежливым людям. А мальчика спустя годы нашли журналисты-комсомолки. Одноклассники героя исторического фото благодаря снимку узнали о вежливых людях. Мы вживую не видели вежливых людей. Первый раз с ними познакомились на фотографии с Женей. Мы искренне за него порадовались. Исторический снимок вдохновляет скульпторов и создателей сувениров. Фотография облетела весь мир. А солдаты кот воплотились в бронзе в центре столицы. Правда, вместо мальчика на постаменте девочка. Но Женя Проскурня не обижается. Говорят на удачу. Поглажу кота. Лиля Виджат, Олег Черемисин. Новости 24. Такой была информационная картина глазами наших коллег-журналистов. Но еще хотелось бы добавить о телемарафоне, который стартует уже завтра. И транслировать его будут два наших телеканала. Первый Крымский и Крым 24. Но также три радиостанции. Радио Море, Радио Крым и Радио Крым Точка. Поэтому будьте с нами. В процессе телемоста будет много чего интересного. Будут включения самых интересных журналистов Российской Федерации. Не только крымских. Будут включения с места событий. Будут наши корреспонденты выезжать на локации. И на самом деле есть что посмотреть. Крымчане ни в коем случае не упустите это мероприятие. Потому что таких глобальных масштабных проектов у нас на телевидении не было с 2014 года. Ну и еще самое главное. Хотелось бы сказать, что конечно же в честь референдума будем и вспоминать события пятилетней давности. И как ты уже правильно сказал, мы будем принимать поздравления от всех, кто причастен к этому дню. Но также и от достаточно известных лиц. 15 марта будет большим днем в Крыму в принципе. И вот небольшой я хотел бы сделать анонс событий, которые пройдут в Симферополе. В 9 часов утра состоится церемония возложения цветков к памятнику народного ополчения всех времен. Далее праздничное шествие по центральным улицам города, по крымской столице. Митинг пройдет в 10 часов. И концертная программа посвящена пятилетней годовщине. Далее в 10.30 открытие фотовыставки и выставки детских рисунков в холле Государственного Совета Республики Крым. Далее в 10.40 состоится молебен в нашем кафедральном соборе Александра Невского. В 11 часов состоится совместное заседание Госдумы и Государственного Совета Республики Крым. Ну и с 11 часов также будет большое мероприятие в парке имени Гагарина. Там будут конкурсы, мероприятия, праздничный концерт. Ну в общем, скучать не придется завтра крымчане. Пожалуйста, выходите на улицы, все для вас. Ну вот я сейчас перечислил события, которые ожидаются в столице Крымской, в Симферополе. Но я бы хотела сказать, что не только Симферополь отмечает этот день, но также и все другие крымские города. В частности, в Алуште, в Ялте, в Феодосии, в Керче, везде обязательно пройдут и праздничные шествия, и, конечно же, будут устраиваться спортивные мастер-классы, и можно будет принять участие детям в различных игровых конкурсах. Так что следите за программой. Я думаю, что более подробную информацию, конечно же, можно найти в интернете. Ну это была такая своеобразная афиша, которую мы вам представили. Но у нас есть специальный сюжет, афиша, где мы рассказываем, что происходит сегодня на театральных подмостках Крыма. Давайте к нему и обратимся. Приняв непосильную ношу на свои хрупкие плечи. Начало пьесы в 19.00. Тем, кому по душе комедийные жанры, советуем посетить Государственный Академический Музыкальный Театр. Сегодня там веселое представление, покоренные любовью и Лививат Франция по мотивам Бомарше. 18 век. Дворец графа Альмавива и его жены графини Розины. Современная музыкальная обработка, непревзойденная игра актеров, потрясающие костюмы и декорации. Начало в 16.00. На киноэкраны выходит фэнтези, рожденный стать королем. Непростая жизнь 12-летнего Алекса превращается в грандиозное приключение, когда он находит легендарный меч Экскалибур. Подростку, который считал себя неудачником, предстоит стать новым королем. Но для начала нужно разобраться со злой средневековой колдуньей и не дать ей уничтожить мир. Время киносеансов можете выбрать сами. Еще одна премьера для поклонников остросюжетных триллеров «Добро пожаловать в Акапулько». В ролях Майкл Кингсбейкер, Уильям Болдуин и Майкл Мэтсон. По сюжету разработчик компьютерных игр Мэтт Бут ошибается рейсом и прилетает в мексиканский городок Акапулько. Приземлившись, он становится объектом охоты. Время сеанса вы можете выбрать сами. Также на киноэкранах мультфильм «Норм и несокрушимые. Ключи от королевства». Мишка становится королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк и вручают награду «Золотой ключ от королевства». Пока герой купается в лучах славы, трофей похищают. Но это не самое страшное. Бандит под видом Норда организует серию ограблений. Сумеет ли новоиспеченный король защитить свое имя? Смотрите на утренних сеансах. Салия, скажи, пожалуйста, что бы ты сделала, если бы ты нашла Экскалибур? Что бы я сделала? Не знаю, наверное, объявила всему миру, стала знаменитой хоть на какое-то время. Ну, ты и так звезда женского эфира. Спасибо большое. И радио в том числе. Мне интересно, к чему ты задаешь этот вопрос? Я просто задал вопрос, потому что что бы я задумался, сделал, найдя Экскалибур? Ну, наверное, я бы его продал, купил литр бензина и отправился куда-нибудь попутешествовать. Почему всего литр бензина? Ну, я не знаю, во сколько будет оценен меч. Хотя он средневековый, наверное, можно 2 литра купить. Но подробнее об этом я расскажу у Плазмы, когда подойду, собственно, и расскажу вам о ценах на топливо сегодня. Итак, газ сегодня равняется 27 рублям 96 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо 51 рубль и 32 копейки. 92 бензин 47 рублей 21 копейка. 95-й 50 рублей 38 копеек. И 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Я хочу сказать, что дизельное топливо и 95-й бензин за прошедшие сутки подешевели аж на 3 копейки. Это, казалось бы, небольшая сумма, но, как известно, копейка рубль бережет. Но что касается рубля, давайте обратимся теперь к курсу валют. Итак, на сегодня. Доллар равняется 65 рублям 58 копейкам, а евро 74 рублям и 2 копейкам. Эти валюты за прошедшие сутки сдали порядка 10 копеек в своих позициях, а рубль, соответственно, укрепился. И тоже вот эта прекрасная предпраздничная новость. Как ты считаешь, Сылья? Что рубль укрепился? Ну, я надеюсь, что действительно многих россиян эта новость радует. Это вообще тенденция, хочу сказать, потому что, обращая внимание, каждый день, ежедневно готовя курс валют, я наблюдаю, что потихонечку, пока о пока, как говорят музыканты, рубль укрепляется. И ведь здорово же. Ну, в отличие, наверное, от цен на проезд, давай напомним о том, что в конце марта ожидается подорожание цен на маршруты. И об этом сообщает министр транспорта Крыма Сергей Карпов. Там, где цены составляют 11 или 12 рублей, цена будет повыситься до 15, а в целом в других городах будет фиксированный курс 17 рублей. Ну что же, с другой стороны, ведь все дорожает, и транспортники не могут не реагировать на это. Разумеется, дорожает и бензин. Главное, чтобы вместе с подорожанием проезда увеличивалось качество обслуживания пассажиров, сиденья становились бархатными, полы мраморными, салоны автомобилей украшали мраморными колоннами и хрустальными люстрами. Ну и, конечно же, чтобы там были экраны, и можно было смотреть, пока едешь на работу, наши телеканалы, наши эфиры. Утро нового дня в частности, ведь мы вам рассказываем самые актуальные, самые интересные события, которые происходят в Крыму. В частности, наши корреспонденты, как я люблю это говорить, активно изучают крымский сегмент интернета и выбирают самые интересные новости оттуда. Вот, в частности, следующий наш сюжет называется «Крым онлайн». Самый детальный, самый точный разбор интернет-сегмента Крыма. Когда товар ну очень нужен, а денег на него нет, находятся люди, которые решают эту проблему просто. Просто и незаконно. Но все видящее око-камер видеонаблюдения не дремлет. Украл, прославился на весь полуостров. Не все соки одинаково полезны. В этом на личном опыте убедился покупатель одного из севастопольских супермаркетов, который решил побаловать себя березовым нектаром. То ли напиток был с мякотью, то ли уловка маркетологов не получила желаемого результата. В любом случае, насладиться вкусом так и не получилось. В Крыму есть своя Припять. По крайней мере, место очень ее напоминающее. Это заброшенный детский лагерь «Отважный» под Судаком. Обстановка там весьма специфическая и удручающая. Идеальное место для съемок остросюжетного фильма. А ведь когда-то там слышался смех детей. Говорят, микрозаймы – законный способ грабежа населения. По-видимому, так не считает 39-летний Симферополец, который сам совершил разбойное нападение на одно из отделений. Угрозы поджога и добытые 4000 рублей могут обернуться для правонарушителя наказанием в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Севастополь. Площадь 50 лет СССР. Незапланированное падение массивных рекламных конструкций на зелененные клумбы. Люди не пострадали, а вот красивым кустам роз пришлось не сладко. Их больше нет. На полуострове, несмотря на переменчивость погоды, уже чувствуется дыхание весны. А это значит, что сейчас самое время для прогулок по лесам Крыма. Ведь именно здесь можно встретить чарующие поляны первоцветов-подснежников. А их аромат способен скружить голову любому. Вот такая вот ситуация происходит в Крыму. Интересно на самом деле, когда можно узнать о том, что происходит где-то далеко, прямо сейчас, через наш экран, например. Ну, знаешь, узнать можно не только сейчас, но и в последующие дни. Как мы уже говорили, ожидается обширная программа с 15 по 18 марта. Везде будут отмечать день присоединения Крыма к России. Но я хотела бы сказать, что праздник доберется абсолютно до каждого. Даже если вы не сможете принять участие в этих мероприятиях, вы можете о них узнать благодаря телевидению. В первую очередь, благодаря нашему телевидению. Потому что мы будем транслировать все самые важные мероприятия, включая концерты. Концерты. Праздничная программа растянется на три дня. 15, 16, 17 и 18 марта. И вот, в частности, мы анонсировали активно 15 марта, когда наша телекомпания организует масштабнейшее мероприятие под названием «Телемост», где будут включения самых интересных, самых именитых журналистов, где мы будем принимать поздравления и рассказывать о событиях, казалось бы, совсем недавних, но таких важных для нашей истории. Вот, 16 марта, кстати, ожидается очень интересное событие. Крымское ополчение и байки, рыночные волки. Я хочу сделать здесь сейчас маленький акцент, не делая каких-то больших, как это сказать, слова... Заявлений? Заявлений, да. Ну вот, пожалуйста, обратите внимание на это. Так вот, байкеры, ночные волки организуют мото-автопробег от Симферополя до Севастополя. И они едут в горе Газфорта, где будут происходить основные действия. Так вот, стать его участником может абсолютно каждый. Да и главное на свое автотранспортное средство водрузить флаг Крыма и России. Всего лишь навсего. Это самое главное условие. И, конечно же, тогда принять участие может абсолютно каждый. Но я бы еще хотела добавить такую небольшую информацию по поводу того, что организатором ночных волков вообще этого авто- и мотопробега, а также руководит мото-клубом «Ночные волки» всем известный хирург или Александр Залдостанов. И приоткрою небольшую завеску... Не открывай, подожди, не спеши, еще все впереди. Не открывай? Ну хорошо, не буду открывать. Я думаю, что мы должны сохранять атмосферу некой секретности, таинственности. Ведь известно, что зрители только тогда остаются довольны, когда уходят с концерта чуть-чуть голодным. А мы, как чувство голода, должны поддерживать с тобой. Хорошо, тогда сохраним интригу, что же хирург подготовил для нас. Не буду раскрывать всех тайн. Ну, по крайней мере, пока он еще не у нас в студии. С нами на связи наш корреспондент Ольга Литвиненко, которая наверняка расскажет что-то очень интересное. Ольга, здравствуйте! Да, друзья, снова здравствуйте. Я слышу, как вы там боретесь за сохранность тайны. Очень, потому что в гостях у нас сегодня очень важный гость. И хотелось бы напомнить всем-всем, что в Крыму пройдут праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине общекрымского референдума, а также воссоединения Крыма с Россией. Итак, друзья, что касается мероприятий, основные мероприятия будут проходить в Симферополе. Итак, 15 марта в 9.25 начнется церемония возложения цветков к памятнику народного... Алло. Так, прервалась связь. Ну, бывает такое, к сожалению, интернет-дело тоже переменчивое. Но Ольга вот взяла и испортила нам всю сказку. Получился секрет Полишинеля. От всех секрет, но ни для кого не тайна. И мы, как в фильме «Бриллиантовая рука», извините, маленькие технические неполадки. Да, но я думаю, что мы можем завершить мысль Оли, нашего корреспондента, которая хотела рассказать, что в 9.25 будут возлагать цветы у памятника народному ополчению всех времен, которые находятся в Симферополе, недалеко от здания Совета министров Крыма. Поэтому, если вы хотите присоединиться к этой церемонии, знайте завтра в 9.25. Милости просим. Кстати, очень красивый памятник, нужно отметить. Один из немногих воздвигнутых в последнее время, который действительно можно назвать скульптурным и архитектурным достоянием города. Я бы добавила, что это единственный памятник на всей территории России. Да, очень красиво сделано, очень качественная работа скульптора, что довольно ценно, потому что, по крайней мере, последние... До присоединения Крыма памятники у нас ставили так себе. Ну, по крайней мере, я так считаю уж, прости. Нет, ну я с тобой не согласна в этом, потому что есть самые разные памятники, есть памятники очень достойные, их много в Симферополе. А время-то сколько было? И в советское время хорошие памятники? И вот за прошедшие, сколько, три месяца, казалось бы, совсем немного, но вот только за три месяца снесли 15 самостроев. И, в частности, это касается, активно обсуждается ГУП на Куйбышевском площади имени Куйбышева. Вот это монструозное здание, которое давно уже заслуживает уйти в историю, и это очень скоро произойдет. Ты так думаешь, потому что уже очень долгое время он там стоит, и не могут его снести из-за различных судебных тяжб. Ну, насколько я знаю и насколько заявляли власти города, тяжбы закончены. Сейчас решается вопрос технического этого, как это сделать, потому что снести такое монументальное здание в центре города, не повредив, скажем, окружающую среду, довольно сложно. А в частности, известный крымский архитектор Кирилл Бабеев даже уже разработал проект, план, как можно облагородить площадь Куйбышева. Это будет очень красиво, если случится все по его проекту. Там будет фонтан, там будет зона отдыха, там высадят огромное количество прекрасных деревьев, по-настоящему крымских платанов. Это дерево, которое особенно важно для засушливого Крыма. Дерево не требует много полива. Дерево, которое совершенно роскошную тень дает. Это гордость Крыма и платаны. Но ты знаешь, город преображается. То, что ты сейчас описал, очень напоминает также центральный рынок, который преобразился в один момент. И даже себе невозможно было представить, что, оказывается, это место на это способно. Способно вдруг из стихийного рынка превратиться в такой красивый скверик, где можно даже очень хорошо провести время. Город преображается. Точно так же, как и девушки. Абсолютно верно. У нас есть корреспондент, которую все называют богиней красоты, богиней Артемида. Я думаю, что вы догадались, телезрители, о ком речь. Алиса Троян. Она большой эксперт в вопросах красоты. И специально для вас подготовила сюжет на эту тему. В погоне за красотой женщины готовы на многое. Золотые нити под кожей, уколы, пилеры под глаза, гиалуроновая кислота в губах. Но к таким радикальным действиям готовы далеко не все. Например, Татьяна никогда не ходила к косметологу. У нее другой рецепт молодости. Маски из глины, наши крымские, очень хорошие. Но как-то у меня особо проблем с кожей не было. Может быть, генетика. Елена же считает, что абсолютно каждая женщина должна посещать кабинет косметолога и желательно как можно чаще. Домашний уход не всегда может решить тех вопросов и проблем, которые могут быть именно с кожей. Посещение косметолога, ну как бы раз в месяц это как обязательно. Экология, ультрафиолетовые лучи и ритм городской жизни сказываются на внешности. Поэтому защита кожи от внешней среды просто необходима. Из три главных этапа выходит за лицом. Очищение, тонизирование, увлажнение. Очищение у нас должно быть по типу кожи. Если это сухая, допустим, кожа или нормальная, ей обычно подходит, такая кожа любит молочко в своем. Либо мягкие какие-то пенки, либо мягкие гели для умывания. А если это кожа комбинированная или жирная, она обычно любит ощущение, так сказать, до скрипа. Грязь, пыль оседают на лице, поэтому умываться нужно утром и вечером. Обычное мыло для этих целей не подходит. Оно сильно осушит кожу, не очищает поры и вдобавок закупоривает их. Следующий этап – тонизирование. Кроме того, что средство смывает остатки геля для умывания, оно напитывает кожу влагой и выступает проводником для крема. Обычно идет два крема. Это увлажняющий и питательный крем. Зимой мы можем нанести питательный крем утром, увлажняющий на ночь. Крем питает кожу и пытается защитить ее от воздействия внешней среды. Плюс это единственная область тела, которая никогда не прикрывается одеждой. Любой результат косметолога может сойти на нет, если вы не продолжите ухаживать за кожей дома. Специалисты говорят, что 70% – это домашний уход, а 30% – посещение косметолога. Увлажнять и очищать кожу советуют не только женщинам, но и мужчинам. Тем более, что в кабинете у косметолога есть довольно приятные процедуры. Массаж лица необходим для коррекции нашего лица, так и тела. То есть есть насадка для лица, есть для тела. Мы работаем по массажным линиям, которые необходимы в нашем ежедневном уходе. То есть когда мы умываемся, вообще в норме как мы двигаемся. Центр, периферия. То есть с такими движениями происходит массаж лица. Что он делает? Это укрепление мышечного каркаса, это улучшение лимфодренажа, кровообращения. То есть девочки, которые боятся сразу же идти к колодце, которые хотят максимально долго продлить свою молодость и красоту, они просто идут на массаж. Конечно, это можно делать и дома, но в такой обстановке полностью расслабиться получается далеко не всегда. Пилинги, маски, уколы – это выбор каждого. Но главная причина похода к косметологу – подбор средств, подходящих именно для вашего типа кожи. Хороший косметолог будет вести всю жизнь, но при этом он не обязательно будет делать процедуры. То есть когда к нам приходят клиенты, мы помимо того, что даем лечение сейчас и здесь, мы еще говорим, что делать дома. То есть ухаживать за своим лицом – это точно так же, естественно, как чистить зубы утром и вечером. То есть он может ходить к косметологу раз в год, но при этом у него будет идеальное лицо, потому что домашний уход запутается. Существует множество методов ухода за собой. Главное, чтобы отражение в зеркале приносило вам удовольствие. Алиса Троян, Сергей Козырь. Утро нового дня. Салия, скажи, ты видишь ли свое отражение в моих глазах? Ну, так далеко не вижу. И в твоих очках пока что нет моего отражения. Ну, я хочу сказать, что твоя красота в моих глазах тоже отражается, и она бесконечно радует меня. Спасибо большое, Саша. Очень-очень красиво. Даже засмущал. Очень приятно. Я не специально. Ну, хотелось бы обратиться ко всем девушкам, что надо действительно следить за собой. Я полностью согласна с комментариями из сюжета, что домашний уход – это самая важная часть. И поэтому дома делайте маски для себя, потому что, как мы уже сказали, с завтрашнего дня начинается череда различных мероприятий, которым, конечно же, нужно подготовиться и внешне. Ведь на площади Ленина, например, вечером, 18 марта, ожидается праздничный концерт с участием таких звезд, как Денис Майданов и хор Турецкого. Ну, а помимо этого, в этот же день, правда, несколько ранее, днем пройдут различные спортивные мероприятия. Можно будет принять участие в соревнованиях и в ГТО. Также дети смогут в них принять участие. В общем, будет очень интересно, очень весело. Ну, а все те, кто останутся дома, конечно, могут включить по старинке телевизор. И первый крымский «Крым-24» для вас специально подготовит удивительную программу под названием «Телемозг», где будут включаться самые интересные люди, где будет рассказано очень много об истории, Казалось бы, всего лишь пять лет, но столько всего произошло за это время. Я думаю, что скучно не будет, поэтому, дорогие друзья, обязательно подключитесь и смотрите наши каналы «Первый Крымский» и «Крым-24». Ну, я тоже уверена, что ни одного дня крымчанам скучать не придется с 15 по 18 марта, потому что, например, даже в Ялте там будет организовано очень много мероприятий. Вот о некоторых я хотела бы рассказать. 18 марта на набережной будут раздавать ленточки цветовой гаммы Российской Федерации. И после состоится народный забег, в котором могут принять участие все желающие. А в конце этого марафона даже будут раздаваться призы и подарки не только победителям. Поэтому я думаю, что стоит, конечно же, немножко посоревноваться. Так что, друзья, у вас есть сегодня день, чтобы сходить к косметологу. Я обращаюсь к дамам, конечно же, достать бархатные платья, шляпки с фазанами и выходить на площадь, радовать мужчин своей красотой. Ну или если вам совсем скучно и нечего делать, вы можете открыть интернет. Но я не советую, потому что наши журналисты подобрали самую отборную информацию из этой сети и сейчас готовы вам ее преподать в виде новостей интернета. Штат Калифорния. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся на автостраде. Вследствие этого сотни банок с пивом оказались на дороге. Водитель не пострадал. Земля ценой почти полтора миллиона долларов. Именно такую сумму власти Ирландии выставили за необитаемый остров, который находится в Атлантическом океане. Житель Лондона настоящий счастливчик. Буквально доли секунды и на него могла врушиться груда кирпичей. От серьезных увечий мужчину спасла разве что небывалая удача. Следующие снимки просто дух захватывает. У побережья Южноафриканской республики кит проглотил дайвера, но тут же выблюнул его обратно в океан. По словам самого экстремала, млекопитающая не имела намерений его съесть. Новый любимец публики в социальных сетях. Знакомьтесь, это Хантер. Благодаря своим хозяевам, которые научили пса рисовать, за очаровательным животным теперь наблюдают сотни тысяч пользователей сети со всего мира. Неудивительно, что владельцы Хантера уже заработали на картинах четвероногого питомца больше пяти тысяч долларов. В мире набирает популярность очень своеобразный флешмоб. Суть проста, кидаешь сыр на человека, собаку, кошку и смотришь. Реакция всегда разная, но в основном положительная. Порой бывает очень даже смешно. В преддверии Крымской весны я бы хотел донансировать еще одну очень хорошую новость, которая порадует тех героев, которые сидят сейчас дома. Дело все в том, что за 19-й год власти Крыма обещают заменить 500 лифтов, почти полтысячи. Это, по-моему, здорово, потому что это облегчит жизнь очень многим и очень многим людям. Такое своеобразное геройство. У нас действительно очень много лифтов, которые нуждаются в полной замене или в капитальном ремонте. Это не дешевое удовольствие, но, как ты уже сказал, 500 лифтов будут заменены, и это большая цифра на самом деле. На секундочку, полтора миллиарда рублей на это выделено. Это огромные средства. Это огромная сумма, да. Но я бы хотела рассказать немного о другом примере героизма. Как мы уже ранее представляли пример такого лыжегероизма, например, вчера, гонщик без прав 4 часа гонял по поселку Молодежное. При этом все это время его преследовала полиция, которые не могли остановить этого гонщика. Он в итоге выписывал самые разные кренделя, конечно же, несколько раз нарушил правила дорожного движения, проехал на красный свет. И в итоге он заехал на рынок привоз, где попал в тупик. Только таким образом полицейским удалось его остановить и схватить. Но, как выяснилось, конечно же, человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому он выписывал такие дорожные кренделя. Вот мне вопрос, кренделя или кульбиты, или фуэте? Я думаю, там было абсолютно все. И батман де ми прие. Потому что 4 часа продолжалась эта гонка. Это действо. Поменьше бы таких героев на наших улицах. И побольше бы настоящих героев, которые готовы отдать душу, отдать сердце, посвятить весь свой разум добрым делам. И вот о таких людях наш следующий сюжет. Герой Советского Союза, советник президента, летчик Валерий Анатольевич Бурков. В 1984 году он служил в Афганистане, где подорвался на мине и потерял обе ноги в 27 лет. Казалось бы, в этот момент жизнь закончилась. Но этот человек не сдался и снова сел за штурвал самолета. Тем самым повторив подвиг Алексея Моресьева. И вот у меня передо мной, знаете, как икона. Вот этот Алексей Моресьев. Я вот так на него смотрю, и у меня мысль. Он советский человек. Я советский человек. Он летчик. Я летчик. А почему я должен быть хуже? Он же смог встать на ноги, вернуться в боевой строй, летать. Значит, и я смогу. Я так махнул левую руку. А, ерунда. Многие ноги сделали. Он не дает поблажек себе и учит этому детей по всей стране. Сейчас Валерий Бурков посетил Крым, в том числе и специальную школу-интернат в Лозовом. В это сложно поверить, но этот человек простоял на двух протезах почти три часа. Было пять положено уколов в день, но иногда было так невмоготу, что, как говорится, очень тяжко. Они где-то находили шестой укол. Деля со своим опытом рассказывает истории из жизни. Удивляет, как при такой серьезной теме этому человеку удается поддерживать непринужденную обстановку и живой интерес у детей. Много шуток и стихов после песни про Афганистан, которые он написал сам. Пройдя нелегкий жизненный путь, Валерий Бурков жалеет только об одном, что когда-то злился и мало уделял времени семье. Осознав, что близкий – самое важное, ушел в монахи, чтобы лучше разобраться в себе. Ныне монах Отец Киприян помогает людям по всей стране. Вы знаете, я не знаю, как я до этого дошел. Понял до конца, как говорится, до глубины души, до глубины сердца, что любовь – это действительно единственное, что нас животворит, что делает нас счастливыми и к чему мы должны стремиться. Уже на протяжении двух лет дети Крыма заново знакомятся с героями России, с теми, кто на своем примере показывают ребятам, как сохранить силу духа при любых обстоятельствах. На годовщину Крымской весны, на пятилетие, мы проводим торжественный смотр юнормейских отрядов Республики Крым. Наш Отец Киприян принял приглашение принять участие в этом торжественном смотре. В рамках проекта «Диалог на равных» герои страны посещают школы, интернаты и вузы. Итогом станет встреча с молодежью со всего полуострова в Крымском республиканском пресс-центре. «Диалог на равных» дал детям возможность познакомиться с настоящими героями. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Ну что же, пришло время раскрыть карты, друзья, и раскрыть того человека, которого мы так долго ждали в гостях. И так долго держали интригу, кто же это. И я думаю, что вы уже видите и догадались, что у нас сегодня в студии Александр Залдостанов, всем известный хирург и руководитель мото-клуба «Ночные волки». Здравствуйте! Да, здравствуйте! Александр, вопрос вам задам. Скажите, пожалуйста, почему «Ночные волки»? Почему такое красивое поэтическое название вы избрали? Ну, вы знаете, это находит такое глубокое прошлое, куда-то в 80-е годы. Вот ведь нам на самом деле вот в этом году у нас еще один будет один юбилей. Помимо пятилетия русской весны, еще весной в мае месяце исполнится 30 лет «Ночным волкам». Представляете, что это такое за дата? 30 лет. Уже, знаешь, за это время уже иных уж нет от тебя далече. Вы знаете, я хотела бы добавить, это наши ровесники, получается. Ну, наш ровесник мото-клуб. Да, это ваш ровесник, да, да, верно. Так что мы представляем, что это за дата. Да, да, то есть, конечно, поэтому тогда, когда мы были еще совсем юными и молодыми, вот мы выбрали это имя, вот нам вообще очень, само по себе образ волка, вот ее романтика, связанная с такой, не знаю, с особыми, может быть, даже какими-то сказаниями, преданиями, она очень нравилась. Ну и плюс само по себе, самостая, как такой способ, значит, и существования, и выживания, вот он тоже очень привлекательный. Александр, ну вот я думаю, что завтра как раз-таки можно будет увидеть всю стаю сначала на площади Ленина в Симферополе, а потом вы двинетесь уже в Севастополь, где и пройдут основные действия. Давайте расскажем об авто- и мотопробеге, организатором которого как раз-таки являетесь вы и ваш мотоклуб. Ну, конечно, для нас это очень символичное, очень ожидаемое, значит, событие, пятилетие русской весны. Это, знаете, как музыка новой победы, которая звучащая прямо из-под крымских небес. Вот я так могу сказать о том, что для нас, например, представляет этот праздник, пятилетие, да, где мы тоже вписали свою историю в этот праздник мотоциклами. Можно вот так сформулировать наше участие в этой русской весне. И, конечно, это участие делает нас, безусловно, счастливыми, как и всех тех людей, кто принял прямое участие вот именно в деянии и в делании новейшей русской истории. Поэтому, конечно, для нас этот праздник ожидаем. И не только нами. Очень много у нас друзей, с которыми связывает нас единомыслие. Вот эти все друзья, это все ополчение, оно будет составлять костяк вот той самой колонны, авто-мото-колонны, которая тронется с площади Нахимова. От здания Совета Министров и пойдет в Севастополь. И вот эти две колонны, нескончаемые, и очень... Я знаю, что она растянется на 5 километров. Так много ожидается участников. Да, здесь участников будет много, ведь там в колонне пойдут с нами не только автобусы с ополченцами, но и также все желающие, кто захочет разделить с нами этот праздник. И кто присоединится в колонне, неважно, на чем он поедет, на мотоцикле или на машине, это не имеет значения. Главное, чтобы тоже там, в его транспортном средстве находился флаг государства. Либо флаг Крыма, либо Севастополя, либо Андреевский флаг, либо флаг России. Потому что, безусловно, с этим флагом связаны все преодоления и совершения нашего государства. Это новый символ, символ, я бы назвал так, неизбежной русской победы. Вот этот новый флаг. Эту тему мне хотелось бы продолжить. Я знаю, что самый большой флаг России будет развернут на горе Гасфорта. Совершенно верно. Это то, что мы сделаем по прибытии на гору Гасфорта, по прибытии колонны уже на мероприятия. Во-первых, оно само по себе площадка, она будет для людей интересна. Потому что для тех, кто там ни разу не бывал, конечно, захочет его посмотреть. Потому что оно, безусловно, представляет из архитектурной точки зрения очень интересный объект, такой брутальный, очень крутой. Абайкерский. Да, такой, значит, очень необычный, где пройдет, собственно, концерт. Вот Александра Маршала, группы «Декабрь», Сергея Скачкова, вокалиста экс-группы «Землян», именно в декорациях этого байк-шоу. Где некоторые декорации специально поедут и будут примут участие на старте мероприятия. Вы увидите, как на огромном портовом экране будет выезжать макет земного шара, который будет раскрываться перед зрителями. Где на светодиодном экране пойдут фрагменты, кусочки, связанные с пятилетием русской весны. Вы увидите много своих лиц, знакомых, друзей и так далее. Но это особая подача, конечно, связанная именно с декорациями, которые будут там находиться рядом. И которые будут ездить, перемещаться, подниматься, опускаться. И мы запустим практически все те декорации, которые тогда работали у нас на нашем байк-шоу, на котором была, безусловно, половина Крыма. Потому что это самое огромное массовое мероприятие, где более 100 тысяч человек, куда приходит посмотреть кульминационную часть. Потому что действительно интересно и очень необычно, и слишком ярко. Поэтому это все будет работать специально в этот день. Мы это все восстанавливаем, мы это все сейчас запускаем. Сейчас работаем над это уже не одну неделю, чтобы у людей в памяти осталось это событие, этот день. Вы уже сказали, что находитесь здесь больше месяца. Именно столько времени посвятили организации. Я уже предвкушаю грандиозное шоу. И, кстати, хотелось бы сказать, те, кто вдруг не попадут, хотя вход абсолютно бесплатный, они смогут увидеть, конечно же, трансляцию этого шоу на телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Совершенно верно. Но, знаете, никакая трансляция не передаст того драйва. Когда ты едешь вместе с единомышленниками, огромной колонной, обязательно воспользуйтесь этим моментом. Придите на площадь Ленина в Симферополе, откуда стартует в 10 утра большая автомотоколонна, которая пройдет к Севастополю, сольется с автомотоколонной на Сапун-горе, где на вертолетной площадке Сапун-горы собирается то же самое, вся ополчение Севастополя. И этот праздник впервые празднуем вместе. Ополчение Крыма и ополчение Севастополя празднуют его вместе. Вместе со всеми нашими друзьями, единомышленниками, да со всеми людьми, кто хочет разделить с нами этот праздник. И вот эта колонна пройдет потом через площадь Нахимова, через весь город, а потом окажется вся на горе Гасфорта, где начнется программа именно с разворачивания этого огромного полотнища, с которым связаны все преодоления и победы нашего государства. Вот вы сказали, что проедет колонна, я думаю, что ее не заметить будет невозможно. Спасибо большое, что вы сегодня к нам приехали, хотя в Крыму вы находитесь уже как больше месяца. Посещайте наш эфир почаще, мы рады вас видеть. И вы, вы знаете, я, слушая ваш рассказ, прямо аж как-то зарядился энергией. Спасибо вам большое. Тебе спасибо, коллега. Я знаю, где только коллег, я к ним встречаю, врачей, докторов. Вот среди ведущих, среди иногда военных и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо, да, Саша. У нас сегодня в гостях был Александр Залдостанов, хирург, самый главный байкер России, поэт, как мы сегодня выяснили, и руководитель мотоклуба «Ночные волки». Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Разрешите так уточнить, сделать уточнение. И я не поэт, если уже говорить о моей профессии, то и доктор, как и Саша. Спасибо. Друзья, мы двигаемся дальше по волнам нашего эфира. Если вы поедете на мотопробег, то наверняка найдете друзей. «Найти друга» – это следующий наш сюжет прямо сейчас к нему. Даяна – молоденькая, очень умная и красивая собака. Она подойдет для любой семьи, которую будет любить и защищать. Привита, стерилизована. Звоните. Плюс семь, девять, семь, восемь, 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 восемьсот шестьдесят три, одиннадцать, ноль три. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, друзья, по-моему, сидя на этом месте, я прямо чувствую энергию какую-то невероятную. И это действительно здорово, когда такие люди посещают эфир и заряжают нас энергией. Я не знаю, каким нужно быть бесчувственным человеком, чтобы после такого заряда бодрости не поехать на это мероприятие. Я думаю, что там зарядиться энергией сможет абсолютно каждый, потому что, как известно, «Ночные волки» всегда эпатируют своими байк-шоу. И думаю, что в этом году оно будет не менее интересным, не менее ярким. Поэтому обязательно, если у вас будет такая возможность, посетите его. Ну а если не будет, то включайте «Первый Крымский Крым-24». Мы это будем показывать мероприятие. А также у нас пройдет наш телемост, где тоже много чего интересного можно будет увидеть. Самые яркие лица, самые знаменательные события будут освещены на нашем телеканале «Первый Крымский Крым-24». Ну а сейчас, насколько мне известно, наша коллега Ольга Литвиненко, которая находится на улицах Симферополя и уже готова рассказать, что же там происходит. Доброе утро. Доброе утро вновь, друзья. Хочу сказать о том, что на улице стало уже совсем светло. Уже совсем светло и солнечно. Также хочу сказать о том, что я нахожусь на площади Ленина, где к праздничным мероприятиям вовсю готовятся. И хочу показать вам сцену. Вот, так, сцена, где, собственно, будет все это происходить. Так. Чуть зависла. Вот. Ну, мы все обязательно придем. Ну, такое тоже бывает. К сожалению, конечно же, техника, она иногда периодически подводит. Иногда и бывает часто, но это совершенно не важно, потому что то настроение, которое есть сейчас, солнечный день, улыбающаяся Ольга, улыбающаяся Салия, оно должно зарядить вас на хорошее настроение, а уж события, которые мы отмечаем, тем паче. Ну, мы сегодня очень многим городам уделили внимание. Давай уделим еще и городу Евпатория, потому что там тоже, конечно же, отметят Крымскую весну и ожидают делегации из российских городов-побратимов. В частности, приедут гости из Магадана, Кжели, Красногорска, Нижневартовска, Кыштыма, Ханты-Мансийска и других городов. И эти гости выступят перед евпаторийцами на площади имени Пушкина, в городском театре имени Пушкина, где и поздравят абсолютно всех с этим праздником. Самое главное, что россияне стремятся объединиться с нами в этот для нас важный день. Евпатория – город уникальный. Там есть столько достопримечательностей, которые наверняка эти люди посетят и восхитятся, ведь Крым – это жемчужина. Как говорила Екатерина II, это жемчужина на моей короне. И один из маршрутов, которые являются достоянием Евпатории, осветил наш корреспондент, который подробно вам расскажет прямо в следующем сюжете об этом. Время скоротечно. Но порой застывшая в монолите камня история разговаривает с нами из тени прошлого. И поверьте, ей есть что сказать. Специально для этого мы прибыли в Малый Иерусалим, город Евпатория. Одному из самых древних городов полуострова недавно исполнилось 2500 лет. Улицы, скверы и жилые дома буквально пропитаны историей. Сбитые шагом мощеные улочки уводят куда-то в неизведанное. Скрытое за загадочной вуалью прошлого. Возникает лишь одно желание. Узнать все тайны этого удивительного места. Вход в Малый Иерусалим оберегают гигантские ворота Дровяного базара. Также известные как Гизлевские. Это одна из самых интересных туристических точек маршрута. И не просто так. Посмотреть тут есть на что. В это время года не слышно, но тут варят вкусный крепкий кофе. А наверху располагается музей. Он рассказывает про историю города средних веков. В то время, когда ворота возвели. Правда, этот прочный песчаник – реконструкция. Оригинальное строение было разрушено в середине 20 века. Гизлев. Именно так Евпатория называлась в средние века. Отсюда и имя ворот. В то время поселение представляло из себя защищенную крепость. Со всех сторон его окружали массивные каменные стены. Сейчас на третьем этаже башней располагается музей с миниатюрной копией средневекового города. И все же откуда такое название – Малый Иерусалим? Слово «древнее» и всем известное. Переводится как «жилище мира». И ведь правда, в этом месте спокойно живут по соседству памятники разных культур и религий. Сначала здесь поселились греки. Затем, века спустя, правило Крымское ханство. Позже побережье отошло от Турции. После Крым стал частью Российской империи. Здесь жили караимы и была образована прочная еврейская диаспора. Каждая культура не вытесняла предыдущую, а селилась с ней по соседству. В первой заворотами нас встречает небольшая купеческая синагога XIX века. Некогда здание было главной синагогой в городе. Здание выстроили на углу двух старинных улиц таким образом, чтобы оно соседствовало со всеми ближайшими храмами иных конфессий. Шагая по брусчатке старого города, невольно задумываешься о том, насколько же древнее это место. И ведь действительно, история Евпатории берет свое начало в IV веке до н.э., когда на этих живописных берегах высадились древние греки, основав свои первые колонии. В те времена город носил имя Киркинетида. В III веке был разрушен скифами, после чего долгие столетия пустовал. Нынешним названием курорт обязан понтийскому царю Метриаду VI Евпатору. Свято-Никольский собор является одним из самых крупных христианских храмов на территории полуострова. Церковь возвели в конце XIX века в честь освобождения города от армии врага во время Крымской войны. Храм построен на месте ветхого здания церкви святого Николая Мерликийского. Место жертвенника разбросанной церкви отмечено памятным знаком прямо за алтарем нынешнего собора. Только посмотрите на это. Чем не архитектурный шедевр? Доходный дом имени Дувана был построен в начале XX века и стал первым звеном в курортной истории города. Квартиры в нем предназначались для отдыхающих. Дом построен в традиции раннего модерна. Несмотря на то, что оно гораздо моложе местных старожил, здание отлично вписалось в архитектурный пейзаж старого города. Вдоль травмальных путей спускаемся вниз. Где-то здесь была слышна песня Муэдзина. А это значит, что мы на верном пути к мечети Джумаджими. И все же удивительно, как в изящной близости в одном районе ютятся памятники разных эпох, культур и конфессий. Стоит сделать шаг в сторону, как ты попадаешь в совершенно иной временной отрезок. Известная также, как Хан Джуми, мечеть середины XVI века действительно впечатляет. Когда-то здесь проходила главная государственная церемония для Крымского ханства – вступление на престол нового правителя. От этого, собственно, и появилась приставка «Хан». Храм выполнен по принципу нарастающих объемов. Образцом для мечети мог послужить собор Святой Софии в Константинополе. Несущие части из известняка, но в большей степени предпочтение отдавали ракушке. Приблизительно в ста метрах от мечети расположились турецкие бани того же XVI века. К сожалению, сегодня они закрыты. Вероятно, работают только в сезон. Оказалось, что нет. Памятник полуразрушенный полностью закрыт. Ремесленная синагога, известная также, как Егия Капаи, появилась относительно недавно – в начале прошлого века. Работает к слову и по сей день на ее территорию даже можно зайти. Здание является классическим образцом культовой иудейской архитектуры. К сожалению, судя по всему, двери сегодня закрыты. Но ничего, во дворе есть много чего интересного. Маленький мирок буквально законсервированный в другом маленьком мирке. Двор невероятно уютный, спрятанный от окружающего мира. Здесь можно выпить кофе и съесть фалафель. По центру стоит минора. На территории расположена старая, потрепанная погода и пианино. Правда, на его музыкальной жизни похоже. Можно поставить точку. Место непрерывно связано с Израилем. Здесь можно купить оберег красную нить. Есть место и для своего небольшого филиала «Стеный плач». Говорят, что записки отсюда отправляются прямиком в Иерусалим. Оригинальная стена плача «Ха Котель Ха Маарави» – часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы. Величайшая святыня иудаизма. Сюда приходят тысячи паломников со всего мира. Буквально в 200 метрах от синагоги расположился памятник архитектуры XVIII века – комплекс караимских кеназ. Сюда приходят молиться представители одного из самых малочисленных народов на Земле – караимы. Этноним происходит от названия учения «Караимизм». Вероучение основано на Танахе – Ветхом Завете. Крым – одно из немногих мест, где можно найти действующую кеназу. Несмотря на то, что здесь узкие и мощенные улочки, место автомобилям приходится уступать довольно-таки часто. Здесь плотный график. Даже не верится, что это пешеходная зона. По этим улочкам мы, совершив петлю, вернулись к Гизлевским воротам. На обратном пути молча наслаждались видами. Что сказать? Вернулись туда, откуда и пришли. Кажется, обошли Малый Иерусалим вдоль и поперек, и все равно будто бы не видели и половины. Насколько же приятно осознавать, что вокруг нас находится столько удивительных и интересных мест. Никогда не забывайте изучать родной край. Спасибо большое Артему Андроновскому, Дерскому и Боросскому за этот прекрасный сюжет. За экскурсию, можно сказать, по Евпатории. Прямо сейчас у нас на связи наши коллеги из новостной редакции. Здравствуйте. Доброе утро. Гульнара, здравствуйте. Вы сегодня особенно красиво. Мы видим Гульнару Юдину. Гуля, расскажи, пожалуйста, ты успела сфотографироваться с нашим сегодняшним гостем Александром Залдостановым? Конечно, успела. Вы что, такое пропустить нельзя. У меня же мотоцикл есть. Гульнара, скажите, что у вас сегодня на повестке дня? Вы узнаете, ребята, о самых интересных и главных новостях из жизни полуострова. В крымской столице перерабатывают алгоритм решения многолетних проблем города. Французская делегация прибыла в Крым. Об этом и не только. Наши информационные выпуски в течение дня. Не переключайтесь, чтобы не пропустить самое важное и интересное. Ну, мы уж точно не переключимся и советуем всем не переключаться. Спасибо большое. И мы вам желаем хорошего эфира. И вам. Спасибо, Гуля. И, конечно же, желаем хорошего продолжения этого дня. Наш эфир, к сожалению, уже подходит к концу, друзья. Мы, наверное, рассказали очень много вам. Что-то вы запомнили, что-то нет. Но помните самое-самое главное. Завтра на Первом Крымском и Крым-24 стартует совершенно масштабное, беспрецедентное мероприятие под названием Крымский мост. Продлится это все 4 дня. И будет очень много мероприятий. Проведено около 70 мероприятий по всему Крыму, которые вы сможете увидеть также в эфире наших телеканалов. Поэтому не пропустите. И давай добавим, что 18 марта – это выходной день, официальный выходной. Но мы для вас будем работать, поэтому утро встречайте только с нами. Только с нами. Завтра для вас в прямом эфире будет работать Александр Корнович и Артем Андроновский. И они будут вас удивлять и рассказывать самые актуальные, самые интересные события. Мы же с целью вернемся к вам в понедельник. Но на настоящий момент, к сожалению, вынуждены попрощаться, но ненадолго. Спасибо большое, что были с нами. Всего вам самого наилучшего. И до встречи в эфире. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова